Всех приветствую, в эфире Круайф ТВ. Напоминаю, что наш партнер медицинский центр призма и вы можете нас еще поддержать на патреоне. А у нас вот сегодня в гостях моряк Богдан Цивенков. Да, это мы продолжаем нашу программу, где мы зовем людей самых разных профессий и спрашиваем, каково это быть кем-то, кто не сидит целый день в студии и спрашивает у людей какие-то вопросы. Здравствуйте, Богдан. Здравствуйте. Расскажите, как простой парень из Мариуполя может вдруг решиться отправиться в кругосветное путешествие на лайнере, но вовсе не в роли пассажира, а в роли матроса, как я понимаю. Как это вообще происходит? Сразу хотел сделать несколько ремарочек. Я был на грузовом судне, мы возили контейнеры и я был условно матросом, то есть относился к рядовому составу, но работал в машинном отделении. У нас там немножко другая специфика в рамках морского разделения труда. Вот, но в целом, как тяга к морю у меня пошла с детства, я в детстве читал романы Жюль Верна, мне очень нравились «Дети капитана Гранта», также нравился Робинзон Крузо и с детства вот эта вся морская романтика меня как бы очень сильно привлекала. Плюс к тому же, когда мой дедушка был молодой, он тоже был моряком, правда, на подводной лодке. Ну и в общем это все накладывало, так сказать, определенный отпечаток к тяге к морю. В школе уже как бы начал задумываться, ну, действительно ли сделать это своей профессией. И немаловажным как бы фактором оказались все разговоры о том, что моряки еще помимо романтики, путешествий, как бы очень неплохо зарабатывают. Вот, и к 11 классу я себе четко поставил цель, что я хочу стать моряком. Поэтому, когда я выпускался со школы и сдавал экзамены, как бы я, ну, твердо выбрал институт, азовский морской наш, мариупольский, и подал документы только туда. Вот, поступил на заочное отделение и, собственно, так начался мой морской путь. Ну и как пришло решение, вот в каком году впервые отправился в плавание? Ну, тут сразу хочется сказать вот молодым морякам, кто только собирается начать морской путь, что попадание в море — это тоже такой один огромный этап, который занимает не меньшее количество труда, чем последствующая именно непосредственно работа на своем рабочем месте. Потому что, например, вот, чтобы у меня уйти в море, мне потребовалось пять лет. То есть весь процесс обучения в институте, я учился на заочном отделении, и я, как бы, ходил, предлагал свои вакансии во все морские конторы, но безуспешно, то есть им не требовались люди, все намекали на то, что сейчас есть небольшой экономический кризис, большая безработица, поэтому, как бы, нет никаких шансов уйти кому-либо без опыта. Ну и здесь начинался классический вот этот круговорот, что мы не можем вас взять без опыта, а опыт взять негде, потому что нигде не берут без опыта. Вот. И я уже совсем очался, начал искать различные сторонние пути, попытался отучиться на сварщика, и, ну, совершенно внезапно пришло решение. Одна контора открыла кадетскую программу, которая подразумевает, как бы, набор молодых моряков без опыта работы в море. И на кадетской программе они, как бы, обучают вас в будущем быть профессиональными уже, как бы, работниками, офицерами именно у них в компании. Ну, собственно, так я в 2019 году и попал первый раз в море, в работу на судно. Ну и как первые впечатления вот такой работы? Что так больше всего запомнилось в плавании? Ну, хочется сказать, что, конечно, я ехал туда совершенными представлениями о работе, то есть мне все это представлялось таким каким-то путешествием по океанам, что я побываю во множестве разных мест в других странах. Вот. Но, как бы, действительность ударила в глаза совсем иным и столкнулся, ну, с действительно тяжелым физическим трудом. Вот. И порой даже там доходило до 70 часов в неделю работы. Вот. Как бы, хочется сказать, что это очень сильно закаляет характер, но в то же время, то есть это во многом высасывает все жизненные силы из людей, которые работают. Ну, вот. У меня просто есть такое представление, что вот люди, работающие на кораблях, у них там чуть ли не какая-то армейская должна быть дисциплина, что вот строго подъем в какое-то время и вот буквально весь день расписан по часам. А вот от некоторых людей приходится слышать их опыт там работы на разных вайнерах, что, ну, это вроде бы как бездельничание и только там вот пару часов в день надо что-то поделать. Вот. Расскажите подробнее, как вот режим дня, что ли, у моряка строится. Ну, здесь хочу сразу начать с одной шутки. Я работал с одним офицером как раз. Дело в том, что офицеров контракта короче, и поэтому за один контракт рядового работника обменяются как бы несколько офицеров. Вот. И он мне постоянно рассказывал историю о том, что на суше у него есть друг, который отслужил недавно в армии, и как бы постоянно его упрекал в том, что он армию пропустил на учебе. Вот. И на что мой вот этот офицер, он ему отвечал, что у меня как бы каждые полгода жизни армия. Вот. Тут, конечно, следует сказать, что от судна к судну не приходится, и зависимость вот расписания дня и количество работы, вот, напряжение, оно зависит от состояния самого судна. Вот. Но вообще условия, ну, действительно, то есть были скорее приближенные к армейским, хотя, ну, конечно, мы все были простыми наемными работниками. Вот. Но для, как бы, успешности обслуживания судна сохраняется, то есть определенная иерархия. Это есть старшие офицеры, капитан, старший механик в машине, второй механик. Вот. Дальше идут вахтенные офицеры, то есть третий, четвертый механик и рядовые. И у каждого прописаны свои обязанности, свои роли, своя система подчинения, кто кому подчиняется. Вот. То есть на судне как бы существует вот это. А распорядок дня, он выстраивается сам собой, то есть рабочий день начинается в 8 утра, но это в машине. У матросов, работающих на палубе, в 6 часов утра. Да. Соответственно, как бы из этого уже выстраивается, во сколько ты ложишься спать, чтобы, ну, отдохнуть, набраться сил. Плюс завтрак всегда готов в определенное время, то есть это в 7.30. Обед это с 12 до часу. Ну и плюс есть кофе-таймы там с 10 до 10.30. Вот. И с 15.00 до 15.30. То есть, как бы, жизнь более-менее структурируется по времени. А что насчет досуга после работы? Ну, вот это как раз самый сложный момент. То есть, порой нападает тоска, потому что нечем заниматься. Выбор средств проведения досуга на судне ограничен. Хотя, конечно, с развитием технологий он все больше и больше увеличивается. То есть, ну, на данный момент, вот из того, что нам было предоставлено, это занятие в спортзале. У нас присутствовал свой спортзал. Конечно, не богато обставленный, но что было, то было. Вот. Плюс в кают-компании стоял телевизор. Всегда можно было прийти, включить сериалы, кино, все вместе собраться, посмотреть. Ну и каждый с собой сейчас возит ноутбуки тоже с жесткими дисками, там, с фильмами, с играми. Но интернета там, видимо, особо нет. А интернет, вот интересный момент, интернет у нас был платный, то есть он был доступен в любой точке мира, вот, но стоил 25 долларов за 250 мегабайт. Ну, то есть… Не делаешь его, я хочу сказать. Да, как бы немного бьет по карману, особенно представителям рядового состава, у которых, как бы, зарплаты и так не особо высокие. Вот. Но, как бы, от своих товарищей по работе я слышал, что есть европейские компании, например, голландские, у которых интернет бесплатный или же бесплатный, но лимитированный, например, там, 2 гигабайта в день. Вот. У нас с 250 мегабайтами, как бы, особо, ну, не разойдешься. Вот. А также, когда мы заходили в какие-либо порты, где можно было выходить, было время, то есть досуг это было выйти прогуляться там по магазинам, посмотреть достопримечательности, но вот на моем опыте одного похода, так сказать, это случалось редко, всего вот три раза, по сути, за шесть с половиной месяцев работы. Где вам удалось побывать за это время? Да. Именно выйти и посмотреть что-то мне удалось в Китае. Это был Чанчжоу. Мы там стояли в судоремонте, поэтому, как бы, была возможность каждый вечер выходить там. Посмотреть было особо нечего. Это обычное такое портовое поселение, где рядом только рисовые поля, небольшие магазинчики, кафешки, как бы, и спальные районы для работников порта и судоремонта. Вот. Помимо этого еще довелось побывать в штатах, в Хьюстоне, штате Техас, и в Майами. Вот. Это Флорида. Хочется сразу сказать, что очень, ну, бросается в глаза разное состояние вот стран. То есть, когда, например, даже банально просто проходите мимо Египта, Советский канал или Панамский канал, а потом приходишь в США, и сразу видно огромная разница в благосостоянии вот стран, которые находятся, условно говоря, северные страны, центральные такие, и южные, которые победнее. То есть, получается, вы проходили через Панамский канал в Тихий океан и оттуда до Китая, да? Да, у нас была линия кругосветная, то есть, мы ходили с Сингапура на Вьетнам. С Вьетнама у нас было несколько портов в Китае, такие как Шанхай, Гонконг, Нимба. Вот. Потом мы шли в Южную Корею, в порт Пусан, и дальше шел переход через Тихий океан возле Алиутских островов в основном, спускались южнее, проходили через Панамский канал. Иногда в Панаме добавлялся порт Колона, это портовое поселение на выходе из Панамского канала в сторону Карибского моря. Вот. Оттуда мы направлялись в Штаты, там проходили по Южным Штатам, у нас там было пять портов, и дальше через Атлантический океан мы шли в Марокко, то есть, у нас иногда добавлялся порт в Марокко, а дальше оттуда через Средиземное море в Египет и на Сингапур. Вот. И получалось такое кругосветное путешествие. И за сколько же дней? Ну, в среднем мы подсчитывали, у нас уходило на один круг где-то 3-3,5 месяца. Ну, почти как по Жульверну. Да, за 80 дней вокруг света. А вот интересно, Тихий океан, он же Магеллану повезло застать его тихим. Обычно считается, что это такой довольно-таки штормистый океан. И как насчет этого? Попадали ли в какие-то штормы? Было ли страшно в какие-то моменты? Ну, тут немаловажно, что наше судно, оно было построено очень больших размеров, и большие размеры, и большая грузоподъемность, оно как бы накладывает свой отпечаток, и когда присутствует качка, волнение, то это не так сильно чувствуется. Вот. Но когда мы заходили в ремонт, это было в Китае, вот как раз Чанчжоу, мы, соответственно, весь груз у нас выгрузили, и шли с набранным балластом. То есть это специально набирается вода, для того, чтобы судно имело остойчивость. Вот. И на нас налетел шторм на входе в сухой док и на выходе. И так как мы были без груза, то столкнулись, да, с очень сильной качкой. И это был как раз период, когда в Китае разворачивался вот этот супер тайфун Ли Кима, так называемый. Вот мы как раз прямо в него и попали. Ну, я как бы не могу сказать, что было очень страшно. Вот. Конечно, переживали, но в целом, то есть переносили все эти тяготы вместе, как-то собирались в одних помещениях, общались, смеялись, поэтому оно разряжало обстановку. Вот, наверное, определенная такая социальность, это общение, коллектив, это то, что важнее всего на судне, наверное, чтобы не сойти с ума, что ли. Да, действительно, то есть очень плохо, когда человек начинает замыкаться в себе, все меньше общаться с коллективом и находиться у себя в каюте условно. Вот. Такое происходит, и с таким сталкиваются моряки, особенно когда у них не складывается какое-то общение в коллективе или начинаются проблемы с начальством, особенно в тех так называемых департмент, то есть отделы, вот как я говорил на судне, работа разделена на палубу и на машину. И вот в машинном департменте там мы наблюдаем такую ситуацию, когда рядовых работников, их меньше, чем офицеров. И, соответственно, офицеры находятся по иерархии выше, чем рядовые работники, и рядовые работники могут столкнуться с тем, что они остаются один на один с начальством. А начальство может попасться не всегда совсем адекватно, и в море как бы человек может почувствовать себя беззащитным перед произволом начальства. И от этого он, я думаю, может испытывать на себе какое-то моральное давление с их стороны, начать себе замыкаться, не с кем поделиться с проблемами. Опять же, интернет дорогой, не всегда доступен, и это может вызывать душевные проблемы. Мне как бы повезло, у нас этого удавалось избегать. То есть начальство было более-менее нормальное. Что насчет вообще прав моряков? То есть насколько далеко может заходить произвол начальства и насчет вот тех портов, куда вы приходите, на какую определенную, может быть, защиту, поддержку со стороны местного самоуправления можно рассчитывать? Ну, разговор о наших правах начинается еще, когда мы учимся в институте и изучаем морские конвенции. В морских конвенциях вроде бы как бы четко прописаны условия нашей работы, требования по технике безопасности, труда и так далее, и тому подобное. Вот, однако, как бы нас лично преподаватели сразу предупреждали, что они в морской практике постоянно сталкивались с тем, что моряки, которые рискнут подать жалобу в международный профсоюз моряков, и, ну, то есть банально начать выступать с каким-то, как бы, вопросами и поднимать эти вопросы сталкиваются с тем, что они попадают в черный список и в дальнейшем не могут трудоустроиться по своей профессии. Вот. Но при всем при этом, как бы, на судне тоже имеются определенные инструкции, которые регулируют отношения между, вот, членами экипажа. То есть, как бы, согласно этим инструкциям, никто не имеет права друг друга, там, аскарблять, применять какое-то физическое насилие. Но, а, есть определенные процедуры, которые необходимо совершить в случае возникновения каких-то проблем. Они, памятка по этим процедурам, она находится у каждого в каюте и подразумевает, что порядок, ну, есть соответствующий порядок написания жалоб. То есть, вы сначала пишете, там, главе своего департмента, то есть, например, старшему механику. Если не предпринимается никаких действий, если, там, унижения в вашу сторону продолжаются, то вы пишете капитану жалобу и так дальше, так дальше по возрастающей, там, главе компании и так далее. Вот. Есть также телефоны, спутниковые, так называемых доверенных лиц. То есть, вы можете, ну, в любой момент, как бы, по идее, позвонить и пожаловаться на то, что по отношению к вам применяются, там, какие-то насилия или оскорбления. Вот. Но на деле, как бы, с этим до такого прямо физического насилия или каких-то вот прям оскорблений доходит очень редко, но чуть меньшие вопросы, то есть, какой-то социальной защиты или там выполнение банальных трудовых норм, они регулируются не всегда хорошо. И в требовании вот соблюдения каких-то правил можно столкнуться с, ну, так сказать, общественным порицанием со стороны остальных, которые уже привыкли работать в таких условиях, и они считают, что где-то несоблюдение каких-то либо ваших прав, это, как бы, в принципе, нормально. И, ну, бытует такое мнение, что, дескать, надо вот просто перетерпеть, и дальше будет лучше, но, как правило, лучше, как бы, оно может и не стать. А вот какое наиболее частое такое нарушение прав, ну, может, с которым лично приходилось столкнуться? Ну, лично пришлось столкнуться с несоответствием выработки по часам, то есть, как бы, в контрактах предполагается, что нам обязаны выдавать выходные, вот, но выходные, как бы, не всегда бывали, вот, и за эти дни, которые выходили вне рабочего времени, за них могли не платить, вот, и зарплата, как бы, всегда оставалась одной и той же при разном количестве выработанных часов, то есть, вот это, на мой взгляд, ну, одно из таких вот нарушений, которые, как бы, на которые можно было бы обратить внимание, вот. Вот, а так еще приходилось сталкиваться с требованием нарушения техники безопасности, но, благо, действиями, как бы, коллектива внутри при выполнении этих работ удавалось настоять на том, что мы обязаны выполнять технику безопасности, дабы работы, ну, не причинили нам никакого вреда здоровью, и чтобы, ну, в общем, мы благополучно вернулись домой. То есть, получается, вот эти низовые формы организации отстаивания трудовых прав, вот, на корабле они могут работать, да? Они действительно, да, могут работать, но большая проблема в том, что они неорганизованы и возникают стихийно. То есть, когда по отношению к определенной группе работников, например, рядовых, ну, применяется уж что-то совсем их не устраивающее, тогда они могут стихийно организоваться и выставить свои требования. Вот, но, как мы все знаем, такое, ну, может, может и не произойти, все зависит от, как бы, личных качеств людей, которые собрались в данном месте, в данное время, и кто-то может бояться потери работы, кто-то там может переживать о том, что на него дальше будут давить. То есть, это, как бы, абсолютно, ну, обычная ситуация, и этих людей тоже можно понять. И вот отсутствие какого-то единого такого органа, скажем, профсоюза общеукраинского, который бы, ну, действительно защищал бы права, вот, централизованно украинских моряков, оно вот сказывается как раз на том, что права нарушаются. И в связи с этим, вот, например, интересный момент, что раньше рынок труда моряков был заполонен филиппинцами, и филиппинцы, они действительно хорошие специалисты в морской сфере, но происходит такая ситуация, что у филиппинцев появился мощный морской профсоюз, который требует четкой выработки часов, четкого графика работы. То есть, если рабочий день заканчивается в 5 часов, они могут положить инструменты и пойти отдыхать. Нет такого, что присутствует у моряков из СНГ, когда, как бы, вы уже работаете, вот, вы знаете, что вы не должны работать, но вот почему-то хочется сделать больше, что-то закончить, то есть вы будто чувствуете ответственность за то, что вам на самом деле, как бы, ну, не принадлежит. Вот, и здесь вот сказывается, ну, такой, как бы, обычай, что ли, привычки, менталитет. Вот, поэтому сейчас, ввиду появления мощного профсоюза у филиппинцев, их все реже и реже, как бы, начинают брать, потому что можно взять незащищенные слои, так сказать. А, что насчет соблюдения прав в местах пребывания корабля, условно, в других странах? Ну, есть определенные, как бы, значит, режимы безопасности судна, вот, и при нахождении в портах разных стран устанавливаются определенные уровни безопасности, допуска, там, иностранных пассажиров и так далее. Вот, плюс, то есть для моряков, которые, например, выходят на берег, всегда есть возможность связаться с морскими миссиями. То есть, ну, по крайней мере, там, где я был, в каждом городе, в каждом порту есть, значит, места, где моряк может обратиться за помощью, там, в посольство его отвезут, предоставят транспорт, временное место пребывания и так далее. Вот. Ну, что интересный, кстати, момент, по крайней мере, в США я сталкивался с тем, что вот эти так называемые морские миссии, которые как раз, вот, предоставляют морякам, там, бесплатный транспорт, вот, например, вот, судно к центру города. Они все организованы на религиозной основе, и через вот эту вот благотворительную помощь морякам всячески протаскиваются, там, религиозные идеи протестантизма, выдаются брошюрки, блокнотики, в общем, всячески втаскиваются в это дело. Интересно, вот, если так посмотреть, какой, ну, что ли, социологический срез, как выглядит современный украинский моряк? Кто это? Ну, я бы сказал, что вот при всей тяжести труда современный украинский моряк — это все-таки обеспеченный человек, у которого есть, словно, квартира, машина, возможно, даже не одна, у которого обеспечена семья с хорошим образованием, потому что все-таки так или иначе, но зарплаты, если сравнивать внутри сферы, они отличаются у рядовых и у офицеров довольно сильно, но если брать относительно остального населения Украины, то даже у самых низших рядовых зарплата довольно высокая, вот, и может быть значительно выше средней зарплаты вот в целом по регионам. То есть, особенно, наверное, для Мариуполя это немаловажно. Ну да, действительно, то есть зарплаты, сопоставимые с морскими, в Мариуполе можно получать разве что на высоких квалификациях, работая на предприятиях, там, металлургических, вот. А остальная часть населения, которое, там, работает где-то в торговле, в услугах, они о таких зарплатах, в принципе, могут только мечтать. А что насчет возраста? Средний возраст, ну, тут, опять же, зависит от ранга, на котором находится моряк. То есть, если это рядовой состав, то это в основном молодые парни до 30 лет, вот. А с 30 до 40 где-то, ну, все, в принципе, растут в ранге вахтельных офицеров, вот. А дальше уже становится, кто выбивается, капитанами, старшими помощниками, либо же старшими механиками и вторыми механиками, соответственно. Вот. То есть, это примерно такой возраст. Хотя, как бы, ну, приходится сталкиваться и с очень молодыми старшими механиками, это, как правило, люди, которые очень подкованы в своей сфере, либо же приходится сталкиваться, например, с очень возрастными рядовыми, которым, ну, например, им просто нет надобности расти, потому что их и так устраивает работа. И вот он себе спокойно там работает. А что насчет морального облика? То есть, чем люди вообще занимаются? Ну, есть ли время, допустим, читать какую-то литературу? Мне кажется, естественным, чем еще заниматься в море. Насчет какого-то образования, развития, чем, ну, вообще люди интересуются? Ну, здесь я лично так замечал большую разницу по возрасту. То есть, люди старшего поколения, работающие в море, чаще читали что-то, изучали, интересовались даже банально художественной литературой, чем молодые моряки, с которыми я сталкивался. То есть, молодые моряки, ну, по облику, моральному, это как бы вот обычные студенты, которые после рейса хорошо предпочитают отдохнуть, там, съездить куда-то в другие страны, купить себе вещи, там, телефон. В общем, он довольно обычный и, в принципе, ну, как бы ничем не отличается от остальных жителей Украины. Просто более высокий достаток, более большие возможности. Что можно почитать о моряках, вот, кроме Жюль Верна, наверное? Я в рейсе, например, перечитывал Джека Лондона, Мартина Идена, и, по моим наблюдениям, эта книга довольно правдиво отражает, вот, вообще сущность того, во что превращается человек, если он очень много трудится физическим трудом тяжелым. То есть, в книге есть замечательный момент, когда Мартин Иден устраивается на работу в прачечную, и он там, в принципе, своим трудом, своим умением неплохо зарабатывает и думает, что вот я приду после смены, смогу почитать газеты, то есть вернуться к самообразованию, он там занимается самообразованием. Но после физического труда, на самом деле, вовсе не тянет заниматься самообразованием, а тянет просто прилечь отдохнуть или заняться тем, чем занимался Мартин Иден, он тогда, то есть, он ходил и выпивал, вот. И вот этот вот момент как раз очень хорошо демонстрирует, с чем сталкиваются люди, которые вот очень много трудятся физически, то есть тяга к чему-то научному развитию, к изучению теории какой-либо, к умственному совершенствованию, она пропадает постепенно, размывается, и все больше и больше хочется просто расслабиться, как бы забыться, поскорее бы эти полгода прошли, вот. И у кого это и переносится дальше на время между рейсами, то есть они как бы все больше стараются забыться, чтобы к следующему рейсу подойти готовыми, а кто-то как бы наоборот занимается, ну, чем-то, что-то изучает, что-то пытается научиться новое. Например, я знаю матроса, который, вот как он со мной делился после первого контракта, он приехал и все 4-5 месяцев отпуска проиграл в компьютер. И говорит, он когда потом поехал обратно на работу, он вдруг осознал, что время было потрачено абсолютно впустую. И это ему дало такой толчок, что в следующие отпуски между рейсами он занимался художественным делом, то есть он учился рисовать дизайном, вот, и у него это хорошо получается, то есть он себе нашел такое хобби. Но это как бы единицы из всех вот остальных. Ну и вот вы еще в начале интервью упомянули о морском разделении труда. Можете об этом рассказать поподробнее, вот, особенно с ученым того, что вы учились этому делу. И интересно, ну, насколько вот получается сильный такой разрыв теории и практики, когда вот уже сталкиваешься непосредственно с этими механизмами. Ну, именно в моем, так сказать, департменте, да, в машинном отделении ситуация такова, что в институте мы учим одни теоретические положения по совершенно старым учебникам, образцам этой техники. А когда попадаем на судно, мы мало того, что сталкиваемся с совершенно новыми технологиями, которые у нас в учебном заведении не представлены, это как раз вот к слову о том, что у нас, ну, действительно устаревшая научная база в институтах морских, вот. И мало того, что зачастую, это, конечно, зависит от экипажа, то есть где-то офицеры заинтересованы в том, чтобы рядовых чем-то обучить, но зачастую мы даже не взаимодействуем с этими механизмами. То есть удел рядового состава — это, ну, нечто очень похожее на работу как бы подмастерья в старых вот цеховых организациях, когда ты занимаешься просто уборкой, там, подай-принеси инструменты и так далее. Вот. И получается, то есть совершенно такое разделение между теорией и практикой, когда в институте ты учил одно, на работе столкнулся с другим, и при этом с этим другим ты еще и не занимаешься. И знания, повисшие с института в воздухе, они оказываются совершенно бесполезные. И я думаю, что как раз вот отсюда растут ноги у вот этих вот различных слов, когда говорят, что забудьте все, чем у вас учили в институте, оно у вас не пригодится. Оно действительно не пригождается, потому что институт и непосредственная работа, они очень сильно друг от друга оторваны. Так что не учиться в институтах? Я думаю, что учиться, но тут уже необходимо перестраивать саму систему образования. Как именно? Я думаю, что это работа и педагогов, то есть которые должны составить какие-то рекомендации по этому поводу. Плюс это должна быть работа, я думаю, правительства, заинтересована в развитии морской сферы, которая бы делала так, что морское образование бы получало новую базу научную, чтобы молодые моряки имели доступ к прохождению морской практики непосредственно во время учебы. Потому что сейчас мы сталкиваемся с тем, что институты все больше и больше отказываются от обязанности предоставить, помимо теоретической, еще и практическую подготовку. То есть совершенно не так давно, может лет 20 назад, молодой моряк, учащийся в институте, он мог мало того, что попасть от института прямо во время обучения в рейс за свою успеваемость, то есть его трудоустраивали. Так еще из-за времени прохождения этой морской практики он мог уже получить какую-либо должность повыше. Сейчас институты избавляются от этой обязанности кого-либо трудоустраивать, и все заботы о трудоустройстве, они ложатся на плечи студентов. То есть мы приходим в отдел практики, и когда говорим о том, что мы не можем получить диплом, потому что у нас нет набранного стажа, они говорят, что это же не наши проблемы. Сами ищите себе, куда трудоустроиться, куда вас возьмут. И вот опять же попадаем в этот порочный круг, когда у нас нет опыта, и мы без опыта никуда не можем устроиться. Вот мне вспомнилась история о возникновении определенного типа человека в Древней Греции. И она как раз брала свое начало от морского дела, когда вот на греческой Триреме, по сути, каждый человек должен был уметь все, что нужно. То есть и воевать, ну понятно, что греки разбоем, пиратством занимались, и на веслах сидеть, и, в общем-то, управлять командой. Вот мне интересно, способствует ли в современном морском деле что-то, что может способствовать расширению личности, каких-то горизонтов. Вот взять того же Джека Лонда, но он молодость, по сути, провел в море, и каким человеком стал, каким писателем. Вот как вы думаете, есть ли сейчас что-то такое, что может условно из моряка, как частичной какой-то профессии, да и, как я понимаю, уже очень сильно разделенной внутри самого корабля, способствовать его расширению, что ли? Я думаю, что такие факторы остаются. И если вспоминать того же Джека Лондона, то он говорил о том, что тягу, в том числе, к письменному делу, в него вколотили вместе с остальным. И когда он трудился физически, он сначала это все прославлял и думал, что это благо, данное нам свыше, возможность трудиться потом и кровью, дабы добиться счастья. А потом он писал о том, что он восставал против этого. И я думаю, что современная работа в море, она дает очень много оснований для того, чтобы было против чего восстать. И при этом она еще и позволяет получить большой жизненный опыт в плане знакомства с другими культурами, общения с рабочими других национальностей, столкновения с разными ситуациями, в которых человек на суше, который работает, даже, может, не на производстве, где-то там в сфере услуг, например, в сфере торговли, он не сталкивается, например, с тушениями пожаров, с каким-то критическими ситуациями, когда вот все целый день трудятся, чтобы устранить какую-то поломку, потому что она может угрожать жизни всей команды. И вот это все, я думаю, воспитывает черты характера, которые позволяют стать таким вот, как Джек Лондон, то есть хорошим писателем. А это какая черта характера? Ну, я думаю, что целеустремленность, опять же, умение доводить дело до конца, преодолевать какие-то трудности, связанные с тем, вот как он преодолевал, когда только начинал писать. Вот. То есть я думаю, что, ну, Джеки Лондоны будут появляться определенно. Ну и напоследок, какой совет дадите вот тем парням, которые только раздумывают, отправятся ли им в море или нет? Из профессиональных таких советов я рекомендую учить языки. Это английский, испанский, например. Знакомиться с морским делом, конечно, интересоваться, изучать механизмы и при этом избавляться от юношеской романтики и иллюзии о том, что труд в море — это нечто простое и, ну, не требует каких-то особых усилий. Нет, на самом деле труд в море — это очень тяжелое занятие и необходимо воспитать в себе сильную личность для того, чтобы дальше работать в море. Пойдете еще в рейс? Пока что придется. Дальше как жизнь сложится. Спасибо большое. С вами был Богдан Цивенков. Вот такие вот у нас разговоры о профессиях бывают. Напоминаю, что наш партнер — медицинский центр «Призм», и вы можете стать нашим партнером на Патреоне. А пока что оставайтесь на наших эфирах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok